Для тех, кто слишком много думает, вера не работает. Простодушный человек, верящий в своего Бога, или в свой храм, или что-то еще, он просто идет в храм и говорит, «Я хочу дом. Я не знаю как, но ты должен сделать это для меня». В его уме нет негативных мыслей. Произойдет это или не произойдет, возможно это или невозможно. Такие вопросы полностью исчезают из-за веры. Он верь, и это произойдет. Собирается прийти и построить ваш дом. Нет, не хочу, чтобы вы поняли. То, что вы называете Богом, это источник мироздания. Как Создатель он проделал феноменальную работу. В этом нет сомнений. Можете ли вы представить себе лучшее мироздание, чем это? Может ли кто-то вообразить себе что-то лучшее, чем то, что существует сейчас? Так что как Создатель он сделал свою работу невероятно хорошо. Чтобы жизнь складывалась так, как вы этого хотите. Это единственная проблема на пути к вашему счастью и благополучию. Вы бываете несчастны лишь по той причине, что жизнь складывается не так, как вы хотите. Вот и все. Итак, если жизнь идет не так, как вы хотите, вы несчастны. Если жизнь идет так, как вы хотите, вы счастливы. Все настолько просто. Так что для того, чтобы жизнь шла так, как вы считаете нужным, прежде всего важно то, как вы думаете. Насколько сфокусировано вы мыслите. Сколько ревербераций в вашем мыслительном процессе. Именно это определяет, станет ли ваша мысль реальностью или останется просто пустой мыслью. Или то, насколько вы не создаете препятствий для своей мысли с помощью негативного мыслительного процесса. Возможно или невозможно уничтожает человечество. Что возможно и что невозможно — это не ваша забота. Это дело природы. Ваше дело — стремиться к тому, что вы хотите. Если сейчас... Я задам вам два вопроса. Я хочу, чтобы вы просто подумали и дали ответ. Можете ли вы прямо сейчас взять и улететь с того места, на котором сидите? Вы скажете «нет». А можете ли вы прямо сейчас встать и уйти? Вы скажете «да». На чем это основывается? Почему вы говорите «нет полету» и «да» ухода пешком? Прошлый — жизненный опыт. Множество раз вы вставали и уходили, но никогда не улетали. Или другими словами, вы используете прошлый опыт в качестве основы, для того, чтобы определить, что возможно, а что нет. То есть вы решили, что то, что не случалось до сих пор, не может случиться в вашей жизни в будущем. Это позор для человечества и для человеческого духа. Завтра может произойти то, что никогда ранее не происходило на этой планете. Люди способны сделать так, чтобы это произошло. Так что решать, что возможно и что невозможно — это не ваше дело. Это дело природы. Природа решит. Вы же просто задумайтесь, чего вы действительно хотите и стремитесь к этому. Если ваша мысль происходит очень мощно, без всякого отрицания, без каких-либо негативных мыслей, которые снижают интенсивность мыслительного процесса, во-первых, и это самое главное, у вас должна быть ясность относительно того, что вы действительно хотите. Если вы не знаете, чего хотите, то нечего даже и говорить о том, чтобы это создать. Если вы посмотрите на то, что вы действительно хотите, это то, чего хочет каждый человек. Жить в радости, жить мирно и чтобы взаимоотношения были полны любви и теплоты. Или другими словами, все, чего хочет любой человек — это приятность внутри, приятность вокруг. Эту приятность, если она проявляется в нашем теле, мы называем здоровьем и удовольствием. Если эта приятность проявляется в нашем уме, мы называем это умиротворенностью и радостью. Если это проявляется в наших эмоциях, мы называем это любовью и состраданием. Если это проявляется в нашей энергии, мы называем это блаженством и экстазом. Это то, чего ищет каждый человек. Идет ли кто-то на работу в офис, или хочет заработать денег, построить карьеру, создать семью, сидит ли он в баре или храме, он ищет одного и того же. Приятности внутри, приятности снаружи. Если это то, что мы хотим создать, я думаю, пришло время, чтобы мы занялись этим непосредственно и посвятили себя этому. Итак, вы хотите создать себя умиротворенным, радостным и любящим человеком, приятным человеком на всех уровнях. И разве вы не хотите, чтобы и общество стало таким, полным мира, радости и любви? Нет, нет, я хочу зеленый мир, я хочу, чтобы в мире была еда. Когда мы говорим о полном радости мир, это означает, что все, чего вы хотели, исполнилось. Вот и все, чего вы ищете. Итак, все, что вам нужно сделать, это посвятить себя созданию этого мира, полного умиротворения, радости и любви. Как для себя, так и для всех вокруг вас. Если вы будете начинать каждый день с одной простой мысли, «Сегодня, куда бы я ни пошел, я буду создавать мир полный любви, радости и умиротворения». Если вы упадете сто раз за день, какое это имеет значение? Для целеустремленного человека нет такого понятия, как неудача. Если вы упадете сто раз, вы выучите сто уроков. Если вы посвятите себя таким образом, созданию того, что для вас действительно имеет значение, тогда ваш ум станет упорядоченным. Поскольку, как вы думаете, так вы и чувствуете, ваши эмоции тоже станут упорядоченными. Как только ваши мысли и эмоции станут упорядоченными, ваши энергии станут упорядоченными в том же направлении. Как только ваши мысли, эмоции и энергии станут упорядоченными, само ваше тело станет организованным. Как только все эти четыре измерения станут упорядоченными в одном направлении, Ваша способность создавать и проявлять то, что вы хотите, станет феноменальной. Во многих смыслах вы будете создателем. То, что является источником мироздания, функционирует внутри вас в каждый момент вашей жизни. Вопрос в том, имеете ли вы доступ к этому измерению или нет. Упорядочивание этих четырёх фундаментальных элементов своей жизни даст вам этот доступ. Вам больно от того, что может случиться завтра? А значит, вам больно от того, чего не существует? Если вас ранит что-то несуществующее? Если вам причиняет боль, то чего нет? Как правильнее сказать, вы нормальны или безумны? Вот откуда вся ваша боль и берётся. Этот момент никогда не причиняет вам боли. То, что было вчера, то, что может быть завтра, вот что причиняет боль. Значит, вы страдаете от того, чего не существует. Является ли это определением безумия? Когда люди начинают страдать от того, чего не существует, считается ли это клинической ненормальностью? Единственное утешение в том, что все вокруг такие же. Что такого особенного? Ведь все вокруг такие. Но фраза «все вокруг такие» не является решением. Это всего лишь утешение. Так что вопрос в том, ищите ли вы утешение. Если вы ищите утешение, то всё это не обязательно. Просто верьте, что Бог ведёт вас за руку, и всё будет прекрасно. Вот вам утешение. Вы будете хорошо спать по ночам. Но если вы ищите решение, вы должны посмотреть жизнь в лицо. Вы должны увидеть её, как она есть, а не такой, какой она по-вашему должна быть. Сейчас вы всю свою жизнь выстроили так. Вы счастливы? Только если происходит так, как вам кажется, всё и должно происходить. Если вы по-настоящему остановите неизбежность того, что есть сейчас, можете ли вы испытывать страдания? Если вы действительно принимаете неизбежность того, что есть сейчас, сможете ли вы страдать? Сможете ли вы злиться? Будет ли у вас страх? Весь жизненный негатив, который вы стремитесь преодолевать, исчезает, когда вы обретаете связь с истиной. Сила страданий и ваша удалённость от истины прямо пропорциональны. Насколько вы далеки от истины, настолько же сильны и ваши страдания. Насколько вы близки к ней, настолько же ваши страдания и малы. Если вы погружены в неё, страдания быть не может. Если вы истинно принимаете неизбежность того, что есть сейчас, тогда это конец всех страданий. Все возникающие у вас страдания являются либо ментальными, либо физическими. Возможно, физическая боль. Но есть различия между болью и страданием. Боль имеет физическое происхождение, и она для вас полезна. Вы по-прежнему существуете только благодаря боли, а не вашему взрывомыслию и интеллекту. Пожалуйста, знайте это. Боль — это хорошо. Но страдания создаёте вы сами. Если вы истинно принимаете то, что есть в данный момент, тогда будет только боль. Страдания не будет. Боль — это очень полезная штука. Она придаёт вам человеческий вид, и нечего бы давным-давно его потерять. Но страдания — это на 100% ваших рук дело. Это так? Страдания создаёте вы сами. Что бы ни случилось, вы преувеличиваете это в своей голове. Вы уводите это туда, где реальности уже не существует. Если вы находитесь в реальности, она лишь данное мгновение. Если вы примете то, что есть здесь сейчас, это будет окончанием страданий. В таком человеке страдания быть не может. Если вы будете оставаться в контакте с истиной в течение некоторого времени, и под некоторым временем я подразумеваю ни тысячелетия, ни год, ни всю жизнь, и даже не час. Я говорю о нескольких мгновениях. Если вы пробудете в осознании неизбежности того, что здесь есть сейчас, у вас произойдут феноменальные изменения. Изменится ваше тело, изменится ваш ум, изменится всё в вашей жизни. Сейчас ваша осознанность такова. Потом, когда они вы здесь, следующая где-то ещё. Ваш ум хочет это постичь, но постичь это невозможно. Истина — это не то, что можно понять. Вы должны ей поддаться. Другого способа нет. Всё мироздание существует по воле истины. Целое мироздание умещается в неизбежности этого мгновения. Вы просто песчинка в этом мироздании. Как же вы сможете это постичь? Вы не сможете постичь этого. Если попытаетесь понять, вы получите какое-то представление об этом. Но ваше представление — это ваша выдумка. Что значит иметь представление? Это значит, вы это выдумали. Ваши представления вам не помогут. Если пытаться ввести правила, принимать каждое проходящее мгновение — это не поможет. Вы станете сонными и пассивными. Просто осознавать. Дело не в том, чтобы это понять. Вы находитесь внутри истины. Если вы осознаете это, тогда это всё. Тут нечего понимать. Всё настолько просто и настолько очевидно. Но ум стремится это ухватить. Вы не можете это ухватить. Вы заключены в моменте. Вы не можете его ухватить. Если вы отдадитесь на волю этого мгновения, вы достигнете цели. Делать ничего не нужно. Всё уже на месте. Делать ничего не нужно. Осознавая, что это мгновение неизбежно. Можете ли вы бегать? Можете ли вы есть? Можете ли вы работать в офисе? Лежать в постели? Можете делать всё, что захотите. Просто осознавая, что это мгновение неизбежно. Эта неизбежность не ограничивает вас. Это единственная свобода, которая у вас есть. Потому что это точка опоры вашего существования. Это основа вашего существования. Это единственная свобода, которая у вас есть. Но могу ли я думать о завтрашнем дне? Думайте о завтрашнем дне, но осознавая, что вы находитесь в этом мгновении, думать о вчерашнем дне или думать о завтрашнем — не проблема. Вы пытаетесь попасть в вчерашний и завтрашний дни — вот в чем проблема. Думать о завтрашнем дне — не проблема, но верить, что вы в нем находитесь — это сумасшествие. Если вы думаете о вчерашнем дне, нет проблем. Но если вы начинаете жить в нем, вы охвачены безумием. Думать о вчерашнем дне, планировать завтрашний — это не проблема. Осознавая, что это мгновение неизбежно, используйте свое тело и ум в полной мере их способностей. Никаких проблем. Но потеряв эту осознанность, вы потеряете единственный фундамент своего существования, и вас охватят галлюцинации. Вопрос не в том, приятными они будут или неприятными, а в том, что жизнь будет проходить мимо. Все дело исключительно в принятии. Когда этот процесс продолжительный, вы учитесь принимать пассивно. Если вы принимаете что-либо пассивное, вы становитесь апатичными. И у вас становится меньше и меньше жизни. Но в данном случае речь об активном, динамичном принятии того, что есть сейчас. Вопрос не в том, чтобы принимать так. Жизнь все равно приносит боль, надо ее принять. Жизнь не приносит боль. Это мгновение такое, как есть. Оно не может быть другим, чем оно есть. Это и есть реальность. Если принять это мгновение таким, как оно есть, все становится частью вас. Все, что вы принимаете, всегда становится частью вас. Все, чему вы сопротивляетесь, становится у вас на пути. Пожалуйста, осознайте это. Это справедливо даже в отношении людей. Если вы кого-то принимаете полностью, вы чувствуете его как часть себя. Любовное отношение – это лишь более глубокий уровень принятия вами человека. Когда вы начинаете чувствовать его почти как часть себя, если вы не принимаете его, он сразу как будто из другого мира. Я противлюсь ему, он из другого мира. Если я приму его полностью, он станет на сто процентов части меня. Почти в отношении всего в этом мире у вас есть много слоев сопротивления. Я хочу, чтобы вы честно взглянули на это. Возьмите самого дорогого вам человека и посмотрите, сколько слоев сопротивлений у вас по отношению к нему. Что уж говорить про кого-то с улицы. Это так? Разве у вас нет множества сопротивления к самому близкому для вас человеку? По мере того, как вы принимаете, 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 наступает такой момент, когда вы в полном принятии, и уже не существует двух человек. Я даже не знаю, кто этот человек. Он сидит со мной. И когда мое принятие абсолютно, двух людей не существует. Это не то, что подумать и ощутить. Ну да, мы оба единое целое. Не так. На самом деле нет двух людей, а есть лишь одно существо. Подобно тому, как вы ощущаете пять пальцев на руке, так же вы ощущаете и вот этого. Как счастье себя. Скука означает, что в некоторой степени вы ищете смерти. В какой-то степени вы говорите, что жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Вот что такое скука. Нет, не так. Мне всего лишь стало скучно на десять минут. Да? В эти десять минут вы в поиске. Вам необходимо понять, что это тело, весь механизм построен таким образом. Люди будут говорить, научное ли это описание, или не научное, ничего. Но это правда. Я не знаю, научное ли это описание, или нет, потому что оно становится научным только после того, как получает подтверждение при лабораторных опытах. Жизнь не происходит в лаборатории, если только вы не поймали лабораторную крысу. Жизнь происходит по-другому. Это очень важно. Ваше сознание, то, как вы думаете, чувствуете, и как смотрите на жизнь, все это послание, которое идет ко всей структуре. Насколько крепкой, цельной, чувствительной, и какую возможность она будет представлять, зависит только от того, какое послание идет к этому каждое мгновение жизни. Потому что все это управляется определенным программным обеспечением. И если вы плохой разработчик программ, тогда за день вам бывает скучно по пять раз, и каждый раз длится десять минут. В эти десять минут вы говорите, жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Сообщение отправлено. Повсюду. И жизнь, физическая жизнь, которой вы являетесь, приходит в замешательство. И одно из этих сообщений может пригласить вирус. Он же хочет умереть. Почему бы тебе не помочь? Или может еще что похуже. Очень многие люди постоянно создают такое. У них нет одного большого «да» жизни. Но на своем опыте они осознали, что нет смысла противиться тому, что буквально является источником жизни. Нет смысла противиться этому. Нет смысла говорить жизни «да» и «нет», «да» и «нет». Только одно большое «да». Только «да» и «да». Если «да» и «да», тогда все просто. Вы должны стать 100% «да» жизни. Когда вы говорите «мне скучно», вы говорите «нет» жизни. Когда вы злитесь, вы говорите «нет жизни». Когда вы чувствуете уныние, вы говорите «нет жизни». Когда у вас депрессия, вы говорите «нет жизни». Когда вы отчаиваетесь, вы говорите «нет жизни». Вы продолжаете «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». Тогда оно в замешательстве. Психология займет вас на всю оставшуюся жизнь, потому что это стало проблемой. Смысл в том, чтобы стать на 100% «да» таким образом, чтобы вы могли отложить это в сторону. Вы можете отложить это тело и ментальный механизм в сторону, использовать их как платформы, чтобы искать большие возможности жизни. Но сейчас да, нет, да, нет, да, нет. Это само по себе становится проблемой на всю жизнь. Активность тела и чепуха ума занимают людей на всю их жизнь. Время стать, да, жизни на все 100%. Потому что так вам откроются возможности жизни. Иначе да, нет, да, нет. Жизнь не знает, хотите ли вы жить или нет. Потому что она прислушивается к каждому сообщению от вас. В конце концов она уже не сможет понять, чего же вы все-таки хотите. Дайте ясно понять. Всему, что сейчас работает здесь. Я считаю, что вы на 100% да для жизни. Но мне скучно с моей семьей Садгуру. Я им сочувствую. Они не жалуются, но, должно быть, страдают. Если вам скучно, я уверен, вы выражаете это во всем. Вам не нравится еда, вам не нравится то, это. Вы будете кричать, стонать и делать разные глупости. Должно быть, те, кто рядом с вами страдают, потому что вы не знаете, как справиться за своей глупой драмой. Каждая частичка жизни на этой планете жаждет стать полноценной жизнью. Проблема человека в том, что мы знаем, каким должна быть полноценная кокосовая пальма, каким должно быть полноценное дерево манго, мы даже знаем, каким должен быть полноценный павлин. Но мы не знаем, что значит быть полноценным человеком. Пришло время исследовать это. Вирус дает вам на это время. И как раз из-за наличия этих компульсивных реакций быть человеком настолько ответственно. Но что прекрасно, так это то, что человек способен сделать что угодно, если подходить к этому осознанно. Если вы посмотрите на себя, на человеческую природу, то что вы увидите? Мы рождаемся так же, как и другие создания. Мы растем так же, как и все вокруг. Мы занимаемся выживанием, едим, воспроизводим себя. Умираем так же, как другие живые существа. Единственное наше отличие. Мы можем делать все это осознанно. И это огромная разница. И она же единственная. Если вы этого не делаете, если не живете осознанно, то, думаю, эволюция зря потратила на вас свой ресурс. Совершенно зря. И карма значит именно это. Это момент перехода от неосознанности к осознанности. Момент перехода от причудливой системы верований к ответственности. И это очень-очень важно. Моя карма значит, что я стопроцентно ответственен за все, что происходит со мной сейчас. Я умиротворен, я радостен, я несчастен, я в ужасном состоянии, и за все это в ответе только я. И если я знаю это, то естественным образом я буду жить свою жизнь, постепенно поднимаясь все выше и выше. Но если я думаю, вот из-за тебя я несчастен, что ж, во-первых, я так и останусь несчастным. А во-вторых, если мне станет слишком плохо, то возможно я даже захочу тебя убить. И это происходит в мире. Это то, что происходит в мире каждый день. Я либо захочу убить себя, либо захочу убить тебя. Уже сейчас ученые предсказывают пандемию психических проблем, пандемию суицидальных всплесков, что уже происходило в Японии в 2020-м. Количество тех, кто покончил с собой, там в какой-то момент превысило количество тех, кто умер от вируса. Так что нам даже не нужна помощь вируса, мы можем сделать это сами. Мы довольно хорошо это умеем, и не нуждаемся в подмоге со стороны внешних вмешательств, чтобы вызвать состояние уныния и жалости к себе. Если я чувствую себя несчастным и считаю, что в этом виноват ты, я хочу, чтобы ты умер. Но если я не могу вызвать твою смерть, то может я убью себя или сделаю что-то еще. Постоянно мы слышим о том, как кто-то идет и открывает стрельбу по случайным людям. Почему? Из-за состояния глубочайшего отчаяния. Уровень злости, безысходности достигает такой точки, что тебе становится все равно, кого убивать. Ты уже даже не ставишь себе целью убить кого-то конкретного, ты просто убиваешь всех подряд. Мужчин, женщин, детей, всех, кого ты только сможешь убить. Просто потому, что ты достиг такого уровня отчаяния. И вместо того, чтобы концентрироваться на уровне совершаемого насилия, нам нужно сконцентрироваться на уровне отчаяния, безысходности и деградации, которого достигают люди внутри самих себя. Почему все это творится? Потому что мы думаем, что кто-то другой виноват в наших бедах. Но если вы видите, что моя жизнь – это моя карма, то вы возьмете ответственность за все на себя и сделаете со своей жизнью лучшее из возможного. Может, мы и не можем исправить весь мир, но себя-то мы исправить способны. Какую роль играет служение другим в том, чтобы достичь счастливой и радостной жизни? Понимание, что твоя жизнь должна заключаться не только в заботе о себе, но и вкладе в жизнь других, служении. Вклад в жизни других может быть разным, но я не очень люблю слово «служение», так что позвольте мне выразиться по-другому. Скажем, вот у тебя, насколько я знаю, есть ребенок. Да. И когда твой ребенок растет, чем больше ты получаешь возможности сделать что-то для него или для нее, тем лучше, не так ли? А не воспринимаешь ли ты это как привилегию? Заботиться о своем ребенке, водить его с собой, наслаждаться общением с ним, или ты все же думаешь, что занимаешься служением ему? Значит, все-таки это приятное для тебя дело? И служит-то он тебе, а не ты? Точно. Если у людей не появляется ребенок, то, как правило, большинство из них не знает, что им с собой делать. А если этот сверток радости приходит в их жизнь, то их жизнь полностью трансформируется. Потому что годам к 30 большинство этих идиотов забывают, что вообще значит быть радостным. Но когда появляется ребенок, они внезапно начинают петь, начинают танцевать, ползать под столом, делать то, что не делали последние 20 лет. Поэтому я всегда говорю, что то, что вы делаете для своего ребенка, это акт любви. Но если вы делаете что-то для ребенка на улице, это акт служения, потому что сердце лишено любви. Однако, если в вашем сердце есть любовь, то вы просто не можете никому служить. Потому что это огромное привилегие. Вам выдалась возможность сделать что-то для кого-то. Это отличный шанс для вас, а не служение кому-то. Потому что... Что вы, собственно, можете сделать? Можете дать еду, деньги, образование. Но это не ваше. Вы пришли сюда ни с чем, ни с чем и уйдете. А все, что есть здесь, можно только перераспределить. Или ты пришел сюда с чем-то, Эван? Пришел ли я с чем-то? Нет. Разве что с намерением. Ты пришел с пустыми руками. Ты родился с пустыми руками и уйдешь отсюда с пустыми руками. Что есть здесь, я переложу туда. А что там, сюда? И вот я уже думаю, что сделал огромный вклад. Нет, нет. Это привилегия. Иметь возможность так распределять вещи, чтобы все работало как надо. Вот и все. Но люди извратили идею любви. И для них любовь – это когда объект любви принадлежит им. Они должны им владеть. Если они что-то любят, то должны этим обладать. И из-за этой примитивной идеи они могут служить, могут делать огромный вклад. Да каждый момент в вашей жизни должен быть вкладом. Каждый. Вклад – это не обязательно деньги или полезная деятельность. Сам твой способ существования может быть вкладом. Если ты идешь по улице и встречаешь 10 человек абсолютных незнакомцев, то вы можете оказать на них позитивное или негативное воздействие, просто проходя рядом. Большинство людей проходят мимо друг друга, как статуи. Вот так. Ну вот они приходят домой, и теперь они – сама любовь. Я не знаю, как они это делают. Вы можете практиковать эту любовь уже на улице. Я говорю о деревьях, облаках, людях, потому что то, что вы делаете – это вопрос вашей компетенции, способностей, ресурсов и так далее. Но то, как вы есть – вопрос только вашего желания. Если вы наладите мир внутри себя, если станете любящим и радостным человеком, то все, что вы захотите и будете делать, не мне определять, что вам стоит делать, но что можете, то и делайте. Я делаю, что могу. А если у меня мысленный или эмоциональный запор, то что я могу сделать? Я не сделаю. И в этом трагедия жизни. Когда в вашем сердце нет любви, то вы не будете делать того, что можете. Если вы не делаете того, что не можете, в этом нет проблемы. Но если вы не делаете того, что можете, то это катастрофа. И служение, в нашем понимании – тяжкий груз. Потому что вы подсчитываете все добро, что сотворили, и страдаете, когда люди не делают вам добра в ответ. Когда люди не высказывают благодарности. Но когда вы смотрите на это как на привилегию, то вы ничего не ожидаете взамен, потому что это и так огромная привилегия, и любовь просто проходит сквозь вас. Карма – это накопленные впечатления, которые мы носим внутри, относительно четырех видов действий. Физических, психических, эмоциональных и энергетических. И этот синтез впечатлений находится далеко за границами вашего и моего понимания, потому что за один только день происходит столько всего, что это просто невероятно. Давайте разберем какой-нибудь пример. Предположим, вы идете по улице длиной 150 метров. На 50 метрах вы уже можете учуять 50 различных запахов. Сознательно вы их даже не замечаете. Только если что-то очень сильно вам понравится, то вы это заметите. Или если сильно не понравится, то тоже заметите. Остальные 48 запахов останутся для вас незамеченными. Но все их зафиксирует ваш ум, и они окажут на вас определенное воздействие. В следующий раз вы окажетесь в каком-то месте, и непонятно, почему это место вызовет у вас определенную реакцию, вы не будете знать, почему. А все дело в том, что мозг зафиксировал запах этого места в вашем подсознании, и теперь оно вызывает вашу реакцию. Это удивительный механизм, созданный для выживания. Но когда речь заходит о людях, наша жизнь не предназначена исключительно для выживания. Если бы вы родились любым другим существом, то вся ваша жизнь сводилась бы к выживанию. Но как только вы стали человеком, выживание заняло очень маленькую ячейку. Все остальное – это необходимость развития и процветания в качестве человеческого существа. Но чтобы это случилось, вам нужно выйти за пределы своей кармы, которая по сути является… Давайте не будем говорить компульсивность. Это негативное слово. Скажем, вы просто живете на автомате с этой памятью. То, как вы сидите, как стоите, как говорите, как реагируете на разные вещи – все это происходит на автомате. И это делает жизнь проще. Карма делает вашу жизнь проще. Но только если вы используете ее как площадку, на которой стоите. Если же вы увязаете в ней, вы страдаете. Так что же, карма – это что-то плохое? Вовсе нет. Должна ли быть у меня только приятная карма? Вовсе нет. Если внутри у вас много неприятной кармы, то вы способны стать очень мудрым. И если вы осознаны, то вы станете мудрым даже с неприятной кармой. Но если вы неосознаны, то все то неприятное, что случилось с вами 10 лет назад, заставит вас страдать сегодня. И большинство людей выбирают второй вариант. Что-то случилось 10 лет назад, они страдают до сих пор. Что может случиться только послезавтра, они уже страдают. И они страдают не из-за жизни как таковой, они страдают из-за двух фантастических способностей, которые имеются у людей – яркой памяти прошлого и потрясающего воображения. В отсутствие двух этих вещей человека даже нельзя назвать человеком. Наша жизнь наполнена только благодаря нашей кармической памяти. Все, что случалось с момента вашего рождения, вы до какой-то степени помните. Вы представляете из себя смесь кусочков воспоминаний, которые могут быть интересными, хорошими и в то же время очень сложными. А все комплексное и сложное можно превратить как во что-то совершенно прекрасное, так и ужасающее, в зависимости от того, где вы находитесь. Если вы находитесь сверху, то все замечательно, но если вы вязнете в этих воспоминаниях и представлениях, то все ужасно. Такова природа кармы. Так что карма не против вас. Она упрощает вам жизнь. Процесс выживания может быть до какой-то степени автоматизирован. Но если вы полностью перейдете в режим автопилота, то не будет никакого смысла проживать следующий день. Потому что завтра у вас не будет возможностей, ведь вы полностью все автоматизировали. Так что нужно научиться поддерживать баланс. Всегда быть в контексте со своей кармой, быть на ее вершине, но не увязнуть в ней. И для этого нужно быть осознанным. Если вы неосознаны, то ваш автоматизм вас полностью поглотит. Вы станете как машина. И это происходит с огромным количеством взрослых людей. Когда они были детьми, они были страшно живыми, но постепенно они стали автоматическими машинами. Они идут в офис, потом домой и обратно. Делают все, что внутри них запрограммировано. Запрограммировано ими самими, или кем-то еще, это не имеет значения. Но как только вы зафиксировались в этой программе, вы становитесь автоматом. Вы запечатываете миллионы лет эволюции в механизм. Каково это? В книге вы приводите пример, если у кого-то есть проблемы с компульсивным заеданием. Сделайте шаг назад, присядьте, подождите несколько минут. А когда вы достаточно натренируетесь, эти несколько минут превратятся в несколько часов. А затем в несколько дней, и в итоге вы освободитесь от этой компульсивности. Можно ли также сказать, что если ты чувствуешь, что тебе не хватает осознанности, просто сядь, прочувствуй свое состояние и поразмышляй о нем. Не размышляй. Просто дай себе некоторое время. Скажем, сейчас ты сказал что-то, что мне не понравилось, и теперь я хочу оскорбить тебя. Просто подожди минуту. И ты увидишь, насколько бессмысленна эта реакция. Но большинство людей не дают тебе этого времени. Ты что-то сказал? Я что-то ответил. Сразу же. Без временного промежутка. Осознанность не требует времени, но если ты совершенно неосознанно реагируешь или реагируешь слишком компульсивно, небольшая пауза очень поможет. Ты упомянул о голоде. Голод находится на самом базовом уровне компульсивности, потому что от него зависит наше выживание. И даже сегодня мы с тобой сидим и спокойно разговариваем, потому что мы сыты. А если мы были бы голодны, то вряд ли бы у нас задалась беседа. Так что внутри нас есть инстинкт. Когда мы голодны и видим еду, то все остальное перестает для нас существовать. Мы хотим поскорее наесться. Сегодня же большинство людей имеют возможность питаться пять раз в день, и они даже не замечают этого. Но если оставить их на пять дней без еды, то они начнут есть как животные, сметая все, что попадается им по пути. Потому что это встроено в каждую клеточку нашего тела на уровне инстинктов. Когда мы голодны, вопрошает не только наш желудок, вопрошает каждая клеточка нашего тела. Вам нужно поесть. И это работа в компульсивном режиме – взять еду и съесть. И если вы чувствуете такой позыв, присядьте на две минуты. Не дергайтесь. В страстном порыве. Успокойтесь, и это сотворит с вами чудеса. Гаутама Будда говорил так. Когда вы очень голодны и вам нужна еда, если вы отдадите вашу еду кому-то еще, вы станете сильнее. Когда ты станешь осознанным, то что ты станешь делать? Станешь ты есть или нет? Или как справишься с этим состоянием? Все будет в твоих руках. Я не говорю вам – не ешьте. И я говорю лишь следующее. Коли же вы родились человеком, то то, как вы едите, дышите, сидите, стоите, все, что вы делаете, должно совершаться осознанно. Если все мы станем осознанны, то увидим – нет заурядных людей на этой планете. Каждый человек станет особенным. У каждого есть такая возможность. Если ты пишешь свое программное обеспечение неосознанно, а сегодня многие от этого страдают, то разве невозможно начать писать свою программу осознанно? Вот и все, что я говорю. Вы создавали свою программу неосознанно в детстве, юности. Что-то двигало вами, и вы создали эту программу. Можете ли вы сейчас начать писать эту программу осознанно? Определенно можете. Если вы осознанно создаете программу для написания музыки своей жизни, то выберете ли вы для себя писать божественную музыку счастья или музыку страданий? Если вы будете писать программу для себя, то определенно вы будете стараться создавать программу счастья. Блаженство – это не цель. Это средство, которое помогает вашей жизни расцвести. Если карма находится в нас самих с самого начала и она представляет собой собрание всего жизненного опыта, который у нас был до этого момента, то мы можем начать писать довольно увесистую программу совершенно не в том направлении, пока мы существуем в режиме автопилота. Какие практики мы можем выполнять ежедневно? Потому что, когда мы начинаем писать свою программу счастья, то ей придется противостоять этой монструозной программе, которую мы уже создали за всю нашу историю. И один сегодняшний день в сравнении с 40 годами жизни Эвана – это не совсем равное противостояние. Так что мы можем делать ежедневно, чтобы выстроить новый уровень уверенности, который поможет заработать этому новому программному обеспечению? Прошлое – этих 40 лет не существует нигде, кроме твоей памяти. Согласен? Есть ли они где-то еще? Нет. Так что экзистенционально их нет. И сейчас ты говоришь о борьбе с тем, чего даже не существует. Если ты борешься с тем, чего не существует, конечно, это будет бесконечная битва. Если ты борешься с тем, что существует, выиграешь ли ты или проиграешь, что-то в итоге произойдет. Но если ты начнешь борьбу с тем, чего нет, ты приговариваешь себя к безуспешной борьбе до конца своих дней. Так что ты не можешь побороть эти 40 лет, но в этом и нет нужды. Я говорю о том, чтобы встать на них как на платформу, потому что этот опыт не может быть просто потерян. Случались ли с тобой хорошие вещи или плохие вещи, это не имеет значения. Но этот опыт не может быть потерян, потому что он жизненно важен. Но что бы ни пришло в нашу жизнь, что мы из этого подчеркнем? Вот выбор, который важен. Мы не выбираем то, что посылает нам мир. Мы просто существуем в такие времена. К сожалению, сейчас появилось очень много вдохновляющих учителей, которые настойчиво твердят, мы способны сделать в этом мире все, что захотим. Удачи им в этом. Думаю, постепенно они поймут, что к чему. Просто пока они не достигли моего возраста. Но однажды они узнают все сами. Пока же эта глупость слышна отовсюду. Мир таков, каков он есть сегодня. Мы просто родились в эти времена. Если бы мы родились тысячу лет назад, могли бы мы так общаться с тобой по Зуму? Нет. И я говорю, что сейчас мы это делаем не потому, что мы два таких невероятных человека. Просто мы родились в такие времена, которые облегчают нам очень многое в жизни. А вот то, как мы это делаем, это уже полностью зависит от нас. То, что мир посылает нам, от нас не зависит. Ну, может, разве что совсем чуть-чуть. Но это не полностью наш выбор. Есть много гораздо больших сил, которые воздействуют на это. Но то, как мы это проживаем, вот это уже 100% наша ответственность. Что бы ни посылал мне мир, пройду ли я через это в радости или горе, это полностью мой выбор. И тут не может быть никаких споров. Так что карма, значит, когда я говорю о создании своей судьбы, люди думают, что судьба, предназначение, это... Я должен пойти туда, должен заработать столько-то денег, должен сделать то, должен сделать это. Так что вопрос не в том, сколько всего у вас есть в количественном отношении. Вопрос в том, как вы принимаете этот жизненный опыт. Если вы воспринимаете свой опыт в радости, то ваш внутренний гений начнет раскрываться. Ваши способности начнут раскрываться, и все, что бы вам хотелось сделать, вы сделаете. Ну, конечно, с учетом времени, в котором вы живете. Если бы тысячу лет назад вы захотели пообщаться со мной по Зуму... Нет! Вы должны родиться в 21 веке, чтобы иметь возможность это сделать. Потому я и говорю, то, что мы можем сделать, не всегда зависит от нас. Но то, как мы относимся к жизни, стопроцентно от нас зависит. Сознанный человек выше этих вещей. И именно поэтому я говорю сейчас о карме. Планеты и звезды, неодушевленные объекты Вселенной, не должны определять то, кем вам быть. Потому что вы – осознанное человеческое существо. А если вы осознанный человек, то вы сами будете определять судьбу того, кем вам стать. В Индии есть традиция. Если вы идете к астрологу и говорите, что я выбрал духовный путь, получил инициацию от своего гуру, то астролог не станет смотреть ваш гороскоп. Потому что он уже не будет отражать вашей судьбы. Потому что как только вы выбираете путь духовности, что происходит? Вы берете ответственность за свою жизнь в свои руки. Вы становитесь осознанными. И теперь все эти знаки на ладонях, планеты в домах уже не будут играть для вас роли. Если бы вы были моряком в глубокой древности, то ветер бы решал, куда вам плыть. Сегодня у нас есть корабли на ядерном топливе. И вы сами определяете, куда вам плыть. И в этом заключается разница между осознанным и фаталистичным способом существования. Что же такое карма? И не только в западном обществе. В восточном обществе и даже в Индии часто карму понимают неправильно, думая, что карма определяет вашу жизнь. Нет. Карма может ориентировать вас в определенном направлении, но она не определяет вашу жизнь. Это вы должны оседлать колесо кармы. Часто употребляют именно термин «колесо кармы», потому что любая программа способна работать только в определенном замкнутом цикле. Так что карма – это тоже лишь цикл. И если она кружится на одном месте, то это довольно бесполезное колесо. Но если вы знаете, как запустить его, то вы можете достичь места, куда вам бы хотелось попасть. И это будет потрясающее средство передвижения.